МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. Самара не сдаёт позиций космической столицы. На полигоне в Винтае проходит испытание ракетных двигателей. Атлантов поддержит материально. При реконструкции особняка Шахабалова XIX века будут использованы 3D-технологии. Если в Самаре Станиславские молодые режиссёры представили на суд жюри свои спектакли. Качество, проверенное огнём, и ракетный двигатель РД-107А успешно прошёл испытания на полигоне в Самарской области. Раньше к ним допускался только очень узкий круг специалистов. Сегодня в преддверии Дня космонавтики зрителям стали несколько десятков людей. Двигатели в очередной раз подтвердили своё качество. Их коэффициент надёжности знаменитые три десятки – 99,9%. Это подтверждает и статистика запусков ракет. Какими спичками поджигают перед стартом ракетные двигатели, теперь знает Валерия Макарва. В 300-тонную космическую ракету в небо поднимают 4 таких двигателя. Но перед этим каждый из них проходит так называемые огневые испытания. Всё как на настоящем запуске, только без ракеты. А поджигают современные двигатели по старинке – спичками. Сюда поступают кислороды, керосины. Ну, под давлением. Их надо поджить чем-то. А сюда вставляются палки. Палка. На конце этой палки пиропатронность. Вот на них подаётся напряжение, они загораются, поджигают. И когда начало горение, эта палка выбрасывается. Поэтому и горят спички – палка. Откройте рот, заткните уши. Это первый совет, который вы услышите, если попали на испытания ракетных двигателей. Сегодня зрителей необычно много. Это сотрудники заводов «Прогресс» и «Кузнецов». На одном строят ракеты, на другом – двигатели к ним. Попасть сюда, на закрытый полигон, для многих – большой подарок ко дню космонавтики. Сирена означает минутную готовность. На стенд начинают подавать воду для охлаждения. Скоро температура там превысит тысячу градусов. Двигатель, который только что прошёл проверку, встанет на первую ступень ракеты-носителя типа «Союз». Технология его создания отработана до мелочей. Свою историю эти двигатели ведут ещё с 50-х годов. «Гагарина» на земную орбиту доставляли тоже они. Те трудовые подвиги, которые были совершены в своё время, благодаря которым город стал индустриальной столицей по Волжье, стал ракетно-космическим центром нашей великой страны, они продолжаются. И есть прекрасные перспективы, что череда этих подвигов никогда не кончится. Сегодня самарские ракеты с самарскими двигателями стартуют с трёх космодромов планеты. К открытию готовится ещё один. 27 апреля. Самарский Союз-2.1а отправится на орбиту с космодрома Восточный. Валерия Макарова, Алексей Золотенков. События. Богатый урожай госнаград собрали сотрудники предприятий ракетно-космической отрасли в канун юбилейной даты. На торжественном заседании научно-технического совета, посвященного Дню космонавтики, медали, ордена, благодарственные письма вручил губернатор области Николай Меркушкин. Палые розы сотрудники принесли к мемориальным табличкам в честь основателей отрасли. Сергея Королёва, Сергея Литвинова и Дмитрия Козлова. Благодаря им в Самаре была создана уникальная научно-производственная школа, традиции которой легли в основу величайших достижений. От запуска первой ракеты до нынешнего старта, который состоится в конце апреля на космодроме Восточный, началом новой эры в освоении космического пространства, назвал строительство космодрома глава региона. Практически получается Самарский космодром восточный, космодром, который будет значительно технологичней, чем Байконур, значительно технологичней, с учетом уже понятного сегодняшнего дня. И это тоже будет большим дополнительным подспорьем для нас в том числе. Я хотел бы также поздравить вас с юбилеем, пожелать вам крепкого здоровья, пожелать вам благополучия в семьях, успеха и чтобы в вашей жизни были новые конструкторские решения, новые инженерные находки, и чтобы, как и прежде, Самара могла по праву гордиться статусом ракетно-космической столицы нашей страны. Знаменитый Самарский дом с атлантами отреставрируют. На завершение реконструкции усадьбы Шихабалова требуется почти 160 миллионов рублей. В областном бюджете предусмотрят средства и наряд других знаковых для Самар-объектов. Фабрику, кухню, цирк, Самарт. Побывав в усадьбе Шихабалова, губернатор Николай Меркушкин провел дополнительные консультации с Министерствами строительства и финансов, после чего было принято решение внести корректировки в бюджет. О реконструкции которой получила шанс на завершение. Репортаж Ларисы Шалафаст. Вот это комната-сейф. То есть, ох, вот такая вот огромная дверь. И вот так вот закрывались сбережения хозяина. Здание усадьбы Шихабалова – памятник федерального значения. Уже несколько лет находится на реставрации. После ремонта здесь планируется разместить выставки и экспозиции картин Самарского областного художественного музея, а также организовать фонды хранилища. Общая стоимость ремонта на реставрационных работ музейного комплекса составляет почти 300 миллионов рублей. Из них 137 уже потрачено. Выполнена часть отделочных работ внутри и снаружи здания, реставрация паркета и элементов декора. Интерьеры восстанавливаются именно таким образом, как они были при хозяине, при Шихабалове. Восстановлена и сделана по местам реставрация вот этого живописного фриза. И по воспоминаниям здесь вот висели картины художников. В прошлом году контракт с подрядчиком расторгли. Часть жителей, у них квартиры располагаются в одном из корпусов усадьбы, отказались приезжать, поэтому проект реконструкции скорректировали. Общая стоимость завершения работ составляет почти 150 миллионов рублей. Для выполнения первоочередных задач нужны 50 миллионов. На них должны завершить монтаж системы отопления, заменить окна и двери. Глава региона подчеркивает, первоначальные средства на продолжение реконструкции выделят из областного бюджета. Хорошо, мы тогда посмотрим, хоть бюджет он уже сверстанный, когда мы можем вот этот шаг сделать, но имеется шаг, были на эти цели деньги. Тем не менее посмотрим. Там бы на этот год просили. Ну мы на этот год просили примерно 50. Завершить реставрацию усадьбы собираются в 2018 году. На контроле губернатора реконструкция и других знаковых объектов. По поручению главы региона дополнительные средства будут выделены на реконструкцию строительства еще трех объектов культуры. В бюджете предусмотрят 100 миллионов рублей на строительство второй очереди театра «Самарт». Это позволит уже в сентябре открыть второй театральный сезон с современной сценой и новым оборудованием. За два года область также намерена полностью выполнить обязательства по софинансированию реконструкции здания фабрики кухни. Кроме того, губернатор поставил задачу проработать возможность выделения из областной казны 100 миллионов рублей на реконструкцию самарского цирка. Лариса Шалафаст, События. В Самарской области 345 человек изъявили желание участвовать в предварительном голосовании по отбору кандидатов на предстоящие выборы от партии «Единая Россия». Прием заявлений завершен. В региональном отделении фиксируют рекордную активность. Большой интерес к выборам со стороны молодежи. Между тем прошел второй раунд дебатов участников «Праймерис». В студии высказывались мнения на тему экономическая и промышленная политика, поддержка предпринимательской инициативы. Дебаты согласно регламенту – обязательное составляющее участие в предварительном голосовании на выборы в Государственную Думу. Каждый из кандидатов должен как минимум дважды прийти в студию. Но на деле желающих выступить оказалось намного больше. На сегодняшний день у нас заявок на участие в дебатах больше, чем мы можем их выполнить на самом деле. То есть люди хотят не просто поговорить там два раза, а гораздо больше. Мы разворачиваем свою студию дополнительную непосредственно в региональном исполкоме, где каждый человек, который пошел на выборы в Государственную Думу, будет видеть возможность выступить и поделиться своим мнением. Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн намерен участвовать в выборах от другого региона. О том, что он сдал документы для участия в праймерис по списку партии «Единая Россия» в Нижегородской области депутат написал в своем микроблоге. В Самарском региональном отделении партии к заявлению депутата отнеслись спокойно. Это право Александра Евсеевича Хинштейна подавать документы, где он хочет подать. У нас нет ограничений ни одного гражданина Российской Федерации, кроме членства в партии и того, что определено регламентом. Он определил себя, видит себя в Нижегородской области. И вот партия во время праймериса должна это тоже продемонстрировать. Не опускаться до мелочей, когда личные какие-то, даже, скажем, до уровня интриг, интересы будут превалировать в нынешней ситуации внутрепартийного конкурентного состояния. Более 600 граммов героина, разбавленного синтетическим наркотиком, изъяли наркополицейские. На трассе Самара-Волгоград они совместно с инспекторами ДПС остановили легковушку такси, в которой ехали двое водителей, женщина-пассажир, у которой при досмотре был обнаружен наркотик. Позже выяснилось, женщина является курьером одной из преступных групп, занимающихся торговлей зельем на территории Самарской области. По данным наркополицейских, она уже была осудима за торговлю наркотиками, но отделалась условным сроком. Ее поездки совершались не реже, чем один раз в два дня. Таким образом, она за неделю приобретала и избывала порядка двух до двух с половиной килограмм наркотических веществ. Пачки объявлений отправляются в мусорные контейнеры. В Самаре продолжается война с несанкционированной рекламой. На очистку столбов, фасадов и остановочных павильонов выходят волонтеры. Задача убрать все, что портит внешний облик города и дать понять нарушителям, что расклейка листовок себе дороже. К пожирателям незаконной рекламы присоединился Олег Зверев. Четыре мешка рекламы отправляются в мусорный контейнер. Таков итог этого дня для волонтеров 162-й школы Кировского района Самары. Ученики стали одними из первых участников акции «Пожиратели незаконной рекламы». Вклад в работу городского хозяйства, очистка столбов, фасадов и павильонов от несанкционированных объявлений. Нам даже приятно. Мы хотим, чтобы город стал чистым. А когда он будет чистым, он будет красивым. Пытаемся избавиться от всех этих вредоносных наклеек. Они портят вид города. Ежедневно на улицы Кировского района Самары выходят порядка 700 школьников. Их работа в подмогу муниципальным предприятиям, которые очищают город от несанкционированной рекламы. Практически ежедневно проводятся рейды. Бутылка клея, пачка объявлений обнаружен с поличным. Очередной расклещик объявлений приглашен на административную комиссию. Нарушитель отказываться не стал. Человек приезжий хотел заработать, а в итоге составлен протокол. За это правонарушение для физических лиц предусмотрен штраф до 2000 рублей. Для юридических до 300 тысяч. Мы в начале года серьезно вместе с административной комиссией отработали алгоритм привлечения данных лиц к административной ответственности, изучили нормативную базу, потренировались, каким образом правильно документировать это административное правонарушение. И на сегодняшний день у нас ежедневно проходят рейды. За тем, чтобы на улицах Самары не было несанкционированной рекламы, теперь следят пристально. А за тот месяц, что проводится акция, власти плагируют навсегда отводить нарушителей от расклейки объявлений, дав понять, занятие расклеивать листовки становится бессмысленным. Павел Баймаков, Олег Зверев, Станислав Левин. События. Стильно, модно, молодежно. Участвовать в субботниках среди студентов становится все престижнее и веселее. Чтобы превратить обычную уборку в интересные события, в Самарском доме молодежи придумывают и викторины, конкурсы и необычные форматы субботников. В первом молодежном субботнике «Чистый город» приняла участие и Марина Матвеяшина. Если субботник похож на тусовку, значит, убирается молодежь. Даже обычный процесс подметания студенты превращают в зажигательный танец. Акции «Чистый город» стартуют на улице Старозагора. Студенты СУЗов и ВУЗов отложили на время свои важные дела по дипломам и курсовым работам и взялись за лопаты, грабли и метлы. В фольклоре и литературе метле приписывают магические свойства. Например, баба-яга с помощью нее летала на ступе. А в небезызвестном произведении Булгакова «Мастер и Маргарита» главная героиня также по ночам летала на метле. Но мы о волшебных свойствах этого инструмента рассуждать не будем, а просто поработаем. для некоторых эти инструменты настолько непривычны, что преподавателям приходится давать небольшой мастер-класс. Другие и сами могут рассказать, как работать быстро и эффективно. Аккуратно надо работать, чисто. Время можно потратить на это. Просто надо хотеть выбираться. Кто не хочет, никогда не выберется. Первые по-настоящему весенние лучи солнца, хорошее настроение и зажигательная музыка – залог отличной работы. Самарский дом молодежи проводит акцию «Чистый город» не первый год. Волонтеры всегда выбирают места отдыха молодежи. В этот раз начали с улицы Старозагора. В свой юбилейный год она должна превратиться в образец благоустройства и уюта. Разумеется, есть коммунальные службы, есть благоустройство, которое выбирает город. Но здесь, кроме самого факта помощи, благоустройства, еще очень важные воспитательные функции. По той простой причине, что редкий молодой человек, после того, как сам лично своими руками приведет в порядок те места, в которых оно отдыхает, будет там потом ссорить. В этом году акция пройдет на девяти площадках города. О своем участии в ней уже заявили 20 среднеучебных заведений и 15 высших. Все студенческое сообщество города готово взять дело чистоты в свои руки. Марина Матвешин, Станислав Левин, События. Честь региона в руках молодых специалистов. 26 студентов, техникумов и колледжей Самарской области сегодня отправились в Саранск на окружной этап конкурса профмастерства. Парикмахерское искусство, поварское дело, промышленная автоматика. Юные мастера участвуют во всех компетенциях. В добрый путь молодых профессионалов отправила и Алина Чемерес. С доблестью вам надо выступить, ну а со славой мы вас здесь уже приедем. Давайте. Знамя Самарской области молодые профессионалы обещают пронестись честью. Те, кто сегодня отправляется в Саранск на чемпионат Привозского федерального округа лауреаты региональных соревнований. 26 участников, с каждым из них наставник. Свою работу юные специалисты знают на отличном. При резке кирпича обязательно нужно пользоваться средствами защиты, респиратором, наушники, очки. Эта работа кропотливая, она требует внимания, трудолюбия, от ремонта и обслуживания автомобилей до поваров и кондитеров. Все компетенции, которые есть, мы охватываем. Обязанность приехать с победами или хотя бы с призовыми местами. Электромонтаж, дизайн интерьеров, столярное дело. На чемпионат в Саранске соберутся полторы сотни участников из 14 регионов ПФО. Победители поедут на финальный этап соревнований в Московскую область. Попасть в число лучших самарцам помогут упорство и сосредоточенность. В стрессовой обстановке придите в себя, не надо каких-то внутренних метаний, успокоиться, досчитать с 10 до 1 и спокойно начинать делать то, что вы знаете наверняка, то, что вы умеете. А если даже что-то не знаете, то ваши базовые знания вам позволят добиться того результата, который необходим. Молодые мастера, получив напутствие, сразу отправляются в дорогу. В Сарансках доставят на автобусе. Соревнования профмастерства на уровне ПФО стартуют 13 апреля. До этого времени ребята будут осматривать площадки, тренироваться и слушать инструктаж. Самарская делегация настроена только на победу. Алина Чемеря, Дмитрий Мешканцов, события. «Я б в строители пошел, пусть меня научат». Известные строчки из стихотворения Владимира Маяковского сейчас актуальны и в Самаре. Какие профессии будут востребованы на рынке труда в ближайшие годы? На встречах с выпускниками Школы Советского района рассказывают депутаты Городской думы. Проект пока пилотный. Тему продолжит Сергей Кизоркин. Кем быть после получения аттестата зрелости? Вот в чем вопрос. Большинство старшеклассников 123-й школы Советского района свой выбор в профессии сделали. Андрей Чиликин мечтает работать пожарным. Риск, говорит, дело благородное. Да и физически он готов к испытаниям. В пожарно-прикладном спорте Чиликин чемпион. Родители сначала были против то, что я буду отдавать всю свою жизнь спорту. Но потом они как-то на это закрыли глаза и сказали то, что ну раз тебе это интересует, то можешь продолжать заниматься и идти дальше в профессию эту. Поставив все точки нады в самарской истории готова Ольга Борисова. Надеется, что ее труд оценят по достоинству не только потомки, но и современники. В денежном эквиваленте. Ведь новые научные открытия сделают Самару привлекательной для туристов. Мне очень интересен этот предмет. Я с самого наверное детства интересовалась этим всем. Еще археология меня привлекает. Это вот эти все раскопки, узнавать, как люди жили раньше, какая архитектура была. Сделать правильный выбор профессии тем старшеклассникам, которые еще не определились, решили помочь депутаты городской думы. Пилотный проект профориентации стартовал в советском районе. Валерий Барсук на собственном опыте жизни друзей рассказал на встрече с молодежью, как важно найти себя во взрослой жизни. Ведь работа должна не только приносить удовольствие, но и пополнять семейный бюджет. Сейчас в Самаре в приоритете рабочие специальности. Например, первоклассный сварщик зарабатывает порядка 100 тысяч рублей. Нам нужны сейчас культирные кадры для того, чтобы возродить нашу промышленность, наши предприятия, оборонку. Для этого нужно вернуться наверное по ему мнению к нашему советскому прошлому и взять из него самое лучшее, что было. Это учебно-производственные комбинаты, те подшефные или шефские предприятия, которые были у каждой школы. В 123-й школе не только учат грамоте и письму. Выбор правильной профессии для Самары приоритет в образовательном процессе. Экскурсии в профильные колледжи и на предприятии. Авиационной и металлургической промышленности проходят регулярно. Сергей Кизоркин, Алексей Золотенков. События. От неизвестности до славы один шаг. В Самаре завершился первый фестиваль молодой режиссуры «Место действия». Чтобы стать участником, достаточно было просто выбрать пьесу современного драматурга, подать заявку и ждать решений жюри. Как результат аншлаг и признание зрителей. Среди лучших работ оказался спектакль «Любовь людей» по мотивам пьесы Дмитрия Богословского. На премьере спектакля побывала и Алина Чемерес. А может, он в речном себе папу завел и носу даже не кажет. Ой, боже, Сережечка, ты думаешь, мне вот так легко, да? Вон, тихо, тихо, Блюсь. Триллер о том, какой бывает любовь людей. Пьесу современного драматурга Дмитрия Богославского молодой столичный режиссер Артем Галушин не просто ставит, будто снимает фильм. Действия происходят одновременно на сцене и на экране, хотя сцены как таковой нет. Публика от актеров буквально на расстоянии вытянутой руки. Здесь смешалось все, сны, чувства, реальность. Они словно водоворот поглощают героев спектакля. Героиня убивает своего мужа, потом заводит новую семью, нового мужчину находит. И мы смотрим, как зрители, смотрим, получится у нее или нет. Как это такой Макбет немножко Шекспира. Драматург приходит к выводу, что это невозможно. И те чувства, которые переполняют главную героиню, они захлёстывают, захлёстывают воспоминания. Фестиваль молодой режиссуры «Место действия» проходит в Самаре впервые. В прошлом году этот проект взял гран-при на форуме Иволга. Участников жюри отбирало в три этапа. Заявки подали 64 творческих коллектива. До финала дошли 6. Победители создали эскизы спектаклей и представили их на суд зрителей. Но увидеть постановки могли все желающие далеко за пределами места действия. То, что сейчас происходит в зрительном зале, передаётся в режиме онлайн. Одновременно с нами эту трансляцию смотрят режиссёры ведущих театров России. Возможно, именно сейчас они увидят на этой сцене талантливых актёров и вследствие позовут к себе на работу. Чтобы молодые режиссёры Самары, Москвы могли войти в театральный мир. Зачастую очень сложно себя представить. Просто прислать резюме зачастую на это не обращают внимания. Вот такой формой фестиваля мы решаем эту проблему, что режиссёру сразу же показывают какую-то работу. Место действия проходит в жанре театральной лаборатории. Молодой режиссёр набирает артистов и три месяца ставит с ними спектакль. Главное условие – работать с современной драмой. В планах расширить творческие и географические рамки. Организаторы уверены, фестиваль вполне может стать для молодых режиссёров самым коротким путём к театральному успеху. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Новости спорта в эфире. Я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Валерий Барсук ещё помнит школьные годы, как играл в футбол за местную команду. И сегодня самарский депутат, когда есть время, с товарищами гоняет мяч от ворот до ворот. А в школу Икт-Илык приехал с молодёжным парламентом Думы Самары и голкипером Крыльев Советов. Евгений Конихов сыграл со старшеклассниками в футбол и поделился основами мастерства. Для меня действительно это интересно, потому что сам я был во всём этом, был в школе, тоже мечтал их мечтами, тоже за это всё переживал, болел, стремился. Слишком много я не смогу им, наверное, показать, но кое-что объяснить и, может быть, немножечко потолкнуть на правильное решение, потому что футбол научить и играть нельзя, ему можно только научиться. Кроме мастер-класса голкипер поговорил со школьниками ещё и по душам. Молодёжь интересовала буквально всё. И что едят футболисты, и какое настроение в команде Крылья Советов, и чем занимается вратарь в свободное время. Оказалось, Евгений Конихов играет на гитаре и рисует. Школьники футбольными откровениями остались довольны. Самому как-то приятно было пообщаться с настоящим вратарём Крыльев, который-то я наблюдал с трибуны, с телевизора, но было приятно с ним пообщаться. Спортплощадка в школе Яктылык не пустует в любительский футбол, гоняют ребята всех возрастов, некоторые выбрали для себя профессиональную карьеру и дополнительно тренируются в спортивной школе. Не с горами лета, а значит стартует первенство Самары. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершён. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин